Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о довольно интересной и с какой-то стороны даже необычной новинке от компании Xiaomi. Нет, это не новый Xiaomi 14 Ultra, а его близнец за 70-80 баксов. Новенький Redmi A3 получил флагманский дизайн, неплохой для своего ценника железо, сразу три камеры, неплохие объемы памяти, казалось еще и интересную цену. А знаете, ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику из Китая и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторю, отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная, все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Что ж, ребят, как я всегда говорил, линейка Redmi A это максимально бюджетные, опять же, доступные смартфоны бренда. Делят они, опять же, нишу, разве что с альтернативными братьями от Poco, которые, в принципе, чаще всего только имеют другие шильдики и получают названия, например, Poco C40, Poco C51 и так далее. И, как по мне, в третьем поколении новые Ашки, опять же, наконец-то избавились от своего главного косяка, глючной модификации с двумя гигабайтами оперативной памяти на борту. Так даже на Android Go с ними живется далеко не сладко. Да неважно, в современных реалиях, современным софтом и так далее, в общем, 2 гига оператива это, ну, непростительно мало за любые деньги. Но теперь этот недочет пофиксили и, как говорится, заживем. Правда, сильно обольщаться не стоит. Разумеется, по всем, опять же, остальным характеристикам это все тот же сверхбюджет. Но это нормально, такие смартфоны тоже нужны. Как показывает, опять же, продажи, они действительно очень востребованы на рынке. А теперь, да с таким дизайном, ну, не иначе конфета. Сюда бы еще топовый дракон и вот все, 14-я ультра, которая выходит уже, кстати, опять же на днях. Ну да ладно, как вы понимаете, внешкой сыт не будешь, так что сейчас постараемся разобраться и коротко поподробнее ознакомиться со всеми техническими характеристиками нового, самого бюджетного смартфона 2024 года от компании Xiaomi. Сердцем новенького Redmi A3 стал бюджетный, восьмиядерный, 64-битный чип, а именно MTK Helio G36. По сути, немного раскачанная, прокачанная версия G35, которая, например, ставится в Redmi 9C. В Antutu 10-й версии смартфон набирает около 150 тысяч очков, что опять же, как вы понимаете, ну, не хватает для комфортного гейминга в современной тяжелой игрушке, но вполне хватит для адекватной работы, просмотра социальных сетей, видосиков на ютубчике и для карт там, ну, в общем, все в этом духе. Поиграть тут тоже можно, но его потолок это, опять же, низкие настройки графики, хотя в то же время игры по типу Standoff 2 можно погонять даже на средних, так что прям совсем как смартфон для учебы, его использовать тоже не получится, так поиграть тут все-таки можно. Да, без задротства по графике, но, как я сказал, играбельно. Самый важный переломный момент для А-линейки это то, что в тройке, как я сказал, нет этой бредовой модификации на 2 гигабайта оператива, и раньше она вообще была, наверное, единственная, только 2 гига, только хардкор, 3 гиговые версии встречались, но крайне-крайне редко. Теперь в базе идет как раз 3 гига, которую еще, ну, куда не шло, но тоже не предел мечтаний, даже для смартфона, опять же, до сотки баксов. Плюс добавили модификацию на 4 и на 6 гигов. С 6 гигами это, конечно же, уже круто, но и цена тогда вырастает уже под сотку, может даже с небольшим плюсом, а за сотку можно присмотреться уже и к более производительным решениям. Да, не таким стилем, конечно, но все-таки пободрее, так что, как по мне, самой ходовой версией будет 4-128. Да, ребят, также пропала эта обрезанная версия на 32 гига, теперь в базе 64, а в топе 128. Вот это уже, ну, куда не шло. Питает светодел, опять же, классическая баночка на 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки, но тут в целом все максимально предсказуемо. Что касается экрана, то он тут довольно крупный, это HD+, матрица, выполненная по технологии LCD с диагональю в 6,71 дюйма. Прям удивили, как для самого дешевого смартфона компании, я бы сказал, неплохой апгрейд, ну и, конечно же, камеры. Да, такая шайба тут явно неспроста, но на самом деле это, по сути, чисто декоративный эстетический элемент, несущий в себе никакого прям супер смысла. Но симпатично, мне A3 прям внешне зашел. Так вот, камера тут на 13 мегапикселей, есть еще один сенсор на 0,3 мегапикселя, как пишут для портретного режима, но не исключаю, что это, опять же, просто декоративный муляж, хотя Xiaomi таким обычно не славится. Также есть 8-мегапиксельная фронталочка, что, в принципе, в совокупности и при цене около 70 там с копейками баксов, в базе дает ему право называться ультракамерафоном своего ценового сегмента, хотя справедливости ради супер качества от него ждать все-таки не стоит. Я думаю, фото будет просто норм, а большего я, в принципе, от него требовать и не могу. К дополнительным особенностям новинки могу отнести немного измененный Android 13 Go с фирменными приложениями от Xiaomi, сканер отпечатков пальцев, кнопки включения. Да, сканер тут тоже есть, а также есть разъем под карточку памяти microSD до 1 терабайта и, кстати, разъем 3,5 мм для подключения наушников. Ну и говорят про отдельную версию с NFC, что по ценам, так как я неоднократно говорил, цена за базу 3,64 стартует с отметки около 70 баксов, ну а дальше уже наценки в зависимости от магазина. Все как всегда. Обязательно жду ваше мнение по поводу данного девайса. Можно ли его считать топчиком в своем классе за свои деньги или же нет. На этом мое новостное видео подошло к концу. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok